Всем привет, дорогие друзья! У меня в ушах наушники Apple AirPods. И видео сегодня будет не о том, какие они классные, а это действительно очень крутые наушники. И прямо в них сосредоточена вот эта вся магия Apple. Когда ты подносишь их к своему айфону, открываешь, он моментально понимает, что их нужно сопрягать. Нажимаешь одну кнопочку, все, они работают. У них есть куча датчиков, он понимает, когда вы вытаскиваете одно ухо, ставит его на паузу и продолжает воспроизведение, когда вы обратно вставили его в ухо. Более того, если вы положили его на стол, он понимает, что он не в ухе и также останавливает музыку. В общем, это умное устройство, но речь пойдет немного о другом. А именно о том, что Apple меня просто иногда удивляет и удивляет именно негативно. Я, как вы видите, использую радиосистему для своих съемок, для записи звука, для записи блогов. Поэтому я никогда не рассматривал наушники AirPods как средство для беспроводной передачи звука на смартфон. Но на самом деле, если вы не профессиональный оператор, как я, и у вас нет было этого оборудования, и вы не хотите его покупать, то вполне логично, что вы можете захотеть себе купить эти наушники, для того, чтобы они просто работали с вашим смартфоном, как беспроводная система. И раньше с проводными наушниками вы просто подключали их к смартфону, к айфону, и у вас работала гарнитура микрофона, и вы могли записывать свой звук с вот этим вот проводом, нет никаких проблем. Но с этими наушниками Apple сказала нет. И вы не можете использовать микрофон в этих наушниках для записи звука. То есть, вдумайтесь, вы можете разговаривать с человеком, да, с помощью AirPods. Здесь в каждом наушнике есть свой микрофон. Но при этом, если вы начнете запись видео, то звук у вас будет идти не с этих микрофонов, а просто будет использоваться штатный микрофон вашего айфона. И это на самом деле огромный бред, и я думал, что может они вылечат это прошивкой, может выйдет новая iOS, что-то изменится, ничего подобного. То есть, вот эти микрофоны вы можете использовать только для общения. И я задумался, а есть ли выход из этой ситуации, погуглил, и выход я нашел. И вот сейчас, как вы видите, я записываю это видео на айфон, соответственно, здесь на один с помощью радиосистемы, а в руках у меня тот, к которому подключены AirPods. И вы слышите, что звук идет именно с них. Я могу вот по ним постучать, да, и вы услышите, что звук берется у нас именно отсюда. А если я постучу по самому смартфону, то звука никакого у нас не будет. И заставил я все это работать с помощью одной программы. Я, с вашего позволения, сейчас остановлю запись. И только что вы слышали звук с AirPods, и услышали, что он по качеству существенно проигрывает, естественно, радиосистеме Road Link. Для того, чтобы передавать звук с ваших AirPods во время записи видео, вам нужно установить программу для съемки видео Movie Pro. Не путайте с Pro Movie, это абсолютно разные программы. И самое интересное, знаете что? Что даже в режиме записи экрана, вот сейчас я записываю экран своего смартфона, звук у меня идет именно с AirPods. Но если вы включите вот программу для съемки видео, штатную, или ту же самую Pro Movie, или Filmic Pro, то все равно у вас даже не будет такого пункта, как подключить звук с беспроводной гарнитуры. Так вот, скачав программу Movie Pro, а стоит она около 500 рублей, и я потратил их только для того, чтобы записать это видео, поскольку отзывы на эту программу не очень хорошие, то здесь у нас в настройках есть такая функция, как, опускаемся ниже, вот здесь вот Bluetooth, то есть если эта функция включена, то у вас работает звук с AirPods. Ну, в принципе, на этом видео можно и заканчивать. Также пару слов об этой программе. Она мне не понравилась, у нее невысокий рейтинг, она не очень как бы удобная, но знаете, в чем ее безоговорочный плюс для многих? Вы можете нажать паузу, у вас остановятся записи, после этого вы можете продолжить запись. И в Filmic Pro нет такой функции, и в Pro Movie нет такой функции, а вот в Movie Pro такая функция есть. Что касается настроек самой программы, то здесь все достаточно привычно, есть выбор разрешения, выбор частоты кадров, в общем, все как и у аналогичных программ, но, судя по отзывам, все это иногда работает с какими-то глюками, не очень стабильное, и опять же повторю, что эту программу я скачал только ради того, чтобы показать вам, что выход есть. И, кстати, друзья, вот сейчас вот я включил запись, у меня одновременно идет и запись экрана, и запись на смартфон. Звук по качеству очень плохой, но вот объективно он реально скверный. То есть он хуже, чем по проводной гарнитуре, которая идет в комплекте к любому айфону. И опять же, при каких-то существенных расстояниях, например, там с 5 метров, уже могут быть какие-то затыки, то есть это все работает не так, как хотелось бы. Поэтому вывод такой, AirPods не смогут вам полноценно заменить вашу радиосистему. Поэтому, если вы профессиональный блогер, ну, скажем так, блогинг это ваша профессия, то есть вы зарабатываете на этом деньги, то купите радиосистему. О том, как подключить это все к смартфону, и как при этом заряжать айфон, у которого есть только один разъем, будут видео по ссылочке в описании, по ссылочке в плейлисте, а также по ссылке в описании будет ссылка. Боже мой, сколько раз я сказал слово ссылка. В общем, будет ссылка на эту программу. Ну, а на сегодня все, ребят. Всем пока, до новых встреч.